Игровой зал с трибунами на 2500 зрителей с возможностью проведения тренировок и соревнований чемпионатов России и мира по баскетболу должен быть сдан в эксплуатацию в 2015 году. Власти регулярно посещают масштабную стройку и проверяют, как идут работы. Проблемы в основном связаны с задержками финансирования. С учетом того, что объект действительно очень большой, возникают вопросы и по корректировке некоторых проектных решений. Почему? Потому что действительно не было опыта в области строительства такого объекта и проектирования такого объекта. Поэтому приходится корректировать. Работаем тесно с проектными проектировщиками для того, чтобы действительно объект получился и красивым, и безопасным. Стадион «Локомотив» тренеры называют настоящим произведением искусства. Здесь все сделано для футболистов. Общая стоимость проекта более 100 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета. Объект практически закончен строительством, и наши ребятишки получат уникальную возможность гонять в футбольный матч и в зимний период. Кстати, в порядке информации, таких спортивных комплексов в Российской Федерации всего два пока действующих. Это в Тольятти и в Раменском, в Подмосковье. Все. Это первый закрытый манеж в регионе. Тренируются здесь ребята от 6 до 16 лет. В спортшколе более 500 воспитанников. На этом поле нет даже трибун. Вся поверхность предназначена для тренировок, чтобы ребята могли отрабатывать технику на условиях, приближенным к открытым площадкам. Материалы, из которых сделано покрытие, уникальны. Наполнитель такой, значит, получается. 6 сантиметров ворс, потом идет 2 сантиметра песок и 2 сантиметра крошки. На всех полях крошка – это резиновая. Она дает запах. Здесь же у нас эко-крошка. Это пробковая крошка, которая не дает никаких запахов. Ничего не дает. Вот в этом и состоит уникальность нашего комплекса. Открытое поле стадиона сертифицировано для игр команд FIFA. Планировалось, что часть матча Чемпионата мира по футболу 2018 года будет проходить в Ярославле. И на этом поле смогут тренироваться лучшие спортсмены мира. Но Ярославль в карту состязаний не попал. И на Ивановском поле пока тренируются только будущие звезды футбола.